И я знаю, что каждый из нас пришел сюда для того, чтобы что-то получить от Господа. И не только получить от Господа, но и прославить нашего Господа. И мне весьма приятно видеть и хор наш, и нашу молодежь, которая будет сегодня принимать участие в служении. И сегодня у нас особенный день, мы молимся за детей. Мы всю неделю молились Господу, чтобы Бог благословил наши семьи. И поэтому мы вместе сегодня, участвуя в этом служении, будем молиться Господу, чтобы Господь благословил каждого из нас. У меня есть одно объявление, которое касается родителей, прежде чем мы начнем наше служение. Буквально и сегодня, и в следующую субботу, и в воскресенье у нас будут родительские собрания. Сегодня, по окончании служения, пожалуйста, родители, дети, которые ходят в воскресную школу в начальные классы, сегодня у вас родительское собрание. Ваши учителя, ваших детей хотят встретиться с вами, поговорить, побеседовать, потому что есть, ну, знаете, насущные вопросы, которые были бы интересны вам, как родителям, и учителя хотят вместе с вами помолиться тоже Господу. В следующую субботу, 19-го числа, дети, которые ходят в старшие классы, старший отдел, начиная с 6-го по 10-й, вот, родители, пожалуйста, в следующую субботу. Родительское собрание для тех, чьи дети ходят в старшие классы. И в следующую воскресенье, 20-е число, то же самое родительское собрание, но для среднего отдела, дети, которые ходят в средние классы. Пусть Господь Бог благословит вас. Ну, а сейчас у вас, Солом, прихожу к тебе с хвалою, да? Мы все приходим к нашему Господу с хвалою. Давайте мы все вместе встанем и вместе с ними будем петь нашему Господу. Прихожу к тебе я с хвалою, чудеса твои велики и любовь твоя всегда. Прихожу к тебе я с хвалою, чудеса твои велики и любовь твоя всегда. О, ты велики, ты прекрасен и велики, и другого нет, как ты. О, ты велики, ты прекрасен и велики, и другого нет, как ты. Ни другого нет, как ты. Ты один достоин поклонения, превосносит твое имя, ты наш сладкий царь царей. Как прекрасно то, что ты рядом, что всегда в любое время я могу прийти к тебе. О, ты велики, ты прекрасен и велики, и другого нет, как ты. Слава Богу, братья и сестры! Потому что действительно наш Бог, Он велик, Он прекрасен, Он совершен. И этот Бог, Кому мы проставляем, Он здесь, на этом месте. Аминь. И все возможно через Его рук. Ну, нам надо все отдать Иисусу. Вот это, что мы желаем, что увидим что-то великое в нашей жизни. Мы желаем что-то увидеть прекрасное в нашей жизни, что Бог сделал. Но нам надо все отдать Иисусу, и тогда Он что-то может сделать в нашей жизни. И следующую песню, что мы будем петь, это есть «Иисусу отдаю». И я хочу, чтобы мы задали этот вопрос к себе. Я все отдаю Иисусу. Все мы лично можем задать этот вопрос. Я отдаю действительно все Иисусу. Потому что если я все бы отдавал Иисусу, то бы сказать на служение на четверг, на служение на субботу вечером, на воскресенье вечером, бы была такая полная церковь, как сегодня здесь, утром, если бы мы все отдавали Иисусу, то проблемы в нашей жизни, они бы не были. Потому что мы все отдаем Иисусу. Вот очень часто я подходу к молодым, кто между 12 до 16 лет, кто еще не ездит на машине, и я задаю такой вопрос. Знаете, почему вы не приходите на служение на четверг вечером на библейскую школу, и они кажут, что у меня нет, кто мне как может привезти на служение. Родители заняты. И что я так думаю, что мы вот приходим к Иисусу, мы приходим, мы отдаем наших детей к Иисусу, и мы потом действительно им не отдаем Иисусу. Мы не отдаем их в церковь. Мы отдаем, что я церковь их обняла. Мы не отдаем, что они были наполнены те силы, что Иисус имеет в церкви. То я хочу, что мы все задали этот вопрос. Including the young people. I want you guys to really ask the question to yourself. Do I indeed give everything to Jesus Christ? Or am I just saying that, Jesus, I give it to you? Because if you truly gave it to Jesus Christ, Jesus is going to do something amazing in your life. Because when He takes control, things go extraordinary. When He takes control, things that are impossible become possible. possible, amen? То мы все задали этот вопрос себе. Во время этой песни мы будем петь. А Бог вас всех благословит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я весь хочу Христовым быть. Друг предвечный, да, научи Знать, не стать, не стать, не стать любви. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, Все я отдаю. Все Иисусу вам даю я, Боже, как во мне создай. Благодатью и любовью, И сердце наполняй. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, Все я отдаю. Слава Богу, братья и сестры, за прекрасное воскресное утро, которое Господь подарил нам. Наша молодежь пропела прекрасные слова. Все я отдаю. И действительно, брат Стэн задал этот вопрос конкретно, каждому лично. Как мы все ли мы отдаем, все ли мы посвящаем, или же мы порой отчасти что-то отдаем. И сегодня у нас в церкви особый день. Это праздник церкви. Это каждое второе воскресенье в церкви есть праздник. Это когда приносят родители детей, и они отдают их Господу. Они отдают их Господу и просят, чтобы Господь взял их и повел и провел через всю их жизнь. Я читаю Слово Божие. Это 111-й Псалом. Я читаю первых три стиха. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых, благословиться. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Аллилуйя! Братья и сестры, обилие и богатство в доме Его, это действительно богатство неба. Все то, что мы приобретаем на земле, оно все останется. Но то, что сегодня, когда родители принесут детей, это то, что для неба. И как и что мы вкладываем в них, это принадлежит небу. И мы также здесь, в этом собрании, мы рождены для неба. И поэтому пусть Господь всех нас обильно благословит, чтобы мы понимали, что все в нашей жизни, оно принадлежит нашему Господу Иисусу Христу. И мы будем призывать имя Господне, будем молиться, чтобы Господь благословил. И если что-то в моем сердце есть то, что занимает не Иисус, а что-то другое, давайте скажем, Господь, прости нас в этом. И дай нам, Господи, полностью, целиком, чтобы мы принадлежали Тебе, чтобы наша жизнь была отдана в Твои святые руки и наши дети были в Твоих руках. Будем молиться. Господь, мы благословляем Тебе. Мы благодарим Тебя за этот день, который Ты даровал для нас, Господь. Мы благодарим, что милость Твоя, она обновилась сегодня в это утро. Велика верность Твоя, и сегодня народ Твой собрался в доме молитвы, чтобы прославить и возвеличить Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть Бог наш. Мы есть Твой народ, мы есть дети Твои, мы искуплены, омыты кровью Твоею. Аллилуйя. И я благодарю, что Ты нас искупил, что Ты нас оправдал, что Ты нас омыл, и Ты назвал нас своими. Некогда не народ, а ныне народ Твой. Некогда не помилованы, а ныне дети Твои, Господь. Слава Тебе. Благослови, Господь, нас. Пусть Твое благословение наполнит это собрание. Пусть Дух Святой возьмет удел каждого из нас, чтобы мы отдавали целиком себя на служение Тебе. Ибо мы Твои, мы куплены Тобою, и мы есть Твой народ. Аллилуйя. И мы благодарим Тебя, благодарим и любим Тебя, Иисус. И мы желаем, чтобы Ты был прославлен в жизни нашей. Благословен Ты, Бог наш. Благослови на имя Твое. И все воинство Божье, ангелы, архангелы, они славят Тебя. Они превозносят Тебя. И мы с земли возносим Тебе хвалу, благодарение. В это утро Ты достоин принять славу. Ты достоин принять честь, хвалу и поклонение. Благодарность Тебе, наш Господь. Благослови это служение. Благослови родителей, которые сегодня, они, Господи, принесут детей пред лице Твое. Благослови их судьбы, их жизнь. Благослови братьям, говорящих слово. Благослови, Господи, всякое служение в церкви, в воскресную школу, на паркинге. Всех благослови Твоим присутствием. И да пребудет Твоя благодать и милость над всеми нами. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. 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 в красе и а и 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 а а и и а а а а Того честна и вечный род, Расслабьте, Бога сил, Ты Богом из страны дорог, Ослабшись среднем сном, Постой и Он тебя спасет. Расслабьте, Расслабьте Бога сил, Народы, люди, племена, Всегда семья одна, Всегда семья одна. Народы, люди, племена, Всегда семья одна. Слава Богу, братья и сестры, да будет имя Господне прославлено в этом собрании. Слава Ему! А сейчас мы призваны благословлять и будем благословлять наших деток, и будем петь наш псалом. Также все вместе, номер 464, «Мой дом и я служить хотим тебе, Христос, лишь одному». И родители с детками, пройдите сюда. Песня «Мой дом и я служить хотим тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть гробом твоим. Но дай мне силы самому послушным быть гробом твоим. О, помоги в поступках всех, и самому привет для тех, С которыми я должен жить, в которых должен я любить. С которыми я должен жить, в которых должен я любить. С тема лишь мыслью занят я, чтоб я и вся моя семья Песня «Мой дом и я служить хотим тебе, Христос, лишь одному. И благотворить себя и всю мою землю. Пусть быть Господь вольду мою и благодать, И зреть свою». Пусть быть Господь вольду мою и благодать, И зреть свою. Слава нашему Господу, живому Богу, который с нами, братья и сестры, с которым мы в общении находимся, слава Ему. Господь призвал нас, чтобы мы были Его народом в свое общение, потому что желание Бога быть в общении с Его народом. И это общение, которое мы имеем во Святом Духе, слава Ему. Мы очень радостны сегодня по причине молодых семей, которые приносят и посвящают своих детей Господу. И маленькие дети, которых принесли, я вижу, как они тоже сосредоточены, чтобы их благословили. И действительно, посмотря на, как сказать, на их состояние, лицо, то они тоже смотрятся уже почти как high school student. Они так внимательно слушают. И действительно, их взгляд выражает тоже желание, чтобы они были пред Господом. Мы имеем перед Богом ответственность за это. Почему? Потому что Слово Божье именно по этому вопросу очень много также обращается к нам, верующим, и говорит различными словами. Я некоторые места просто напомню для нас, хотя мы очень часто это читаем, и даже на слух эти известные места Писания. Мы очень часто читаем и слышим эти слова. Я прочитаю из 126-го псалма несколько стихов. Это будет 3-й стих, 4-й и 5-й. 126-й псалом. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Или в воротах. Братья и сестры, в Писании здесь отмечается то, что дети – это награда от Него, плод чрева. Мы знаем, конечно, в Ветхом Завете действительно была большая семья, признак благословения. А когда, ну, мы видим в Ветхом Завете, когда не было детей, то обычно унывали и плакали. Почему? Потому что это считалось неблагословением. Но, слава Богу, в Новом Завете Писание нас учит то, что большая семья – это не признак Божьего благословения. Но иногда даже бывает, и это, как сказать, и бедствие, когда дети не научены в Господе, и большая семья. И мы видим, огромные проблемы происходят из-за этого. И поэтому мы чувствуем, что ответственность, которую Бог дает нам, родителям, в том, чтобы мы всегда давали свое внимание нашим детям и учили их путям и заповедям Господним. Это очень важно. Здесь говорится, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Мы знаем, что в прежние времена были частые сражения в Израиле. И действительно, когда враг наступал, то большое преимущество было, когда врага встречали стрелами еще издалека. Меньше было контакта, меньше было, как сказать, опасности. Когда при близком бою, то обычно применялись там оружие, меч или еще что-либо. Но когда сыновья были очень метки, когда стрелы летели во врага, это было большое преимущество в победе. И здесь говорится так, что стрелы в руке сильного, это все сравнение, это все прообразно говорится. Но в духовной жизни мы посмотрим то, что Бог говорит в духовном. Мы все призваны, и мы находимся в настоящее время в борьбе, в сражении с противником дьяволом, который против Господа, против всех, кто с Господом. И сражение это даже бывает очень и очень, так сказать, сильное. Даже слова Иисуса Христа, когда Он говорил, что Отец предаст Сына, и Сын восстанет на Отца, это выражение очень жестокой битвы, когда это время будет происходить из-за того, что Иисус Христос проповедовал. Когда силы тьмы и силы правды Божьей будут в таком сражении за наши сердца. Дети, которых мы рождаем, дети, которых мы рождаем, мы рождаем для вечности, но вечность может быть разная. Мы должны это понимать, потому что иногда бывает, что люди, которые рождаются в этом мире, могут проводить вечность совсем не с Господом, не с Богом. И в этом наша ответственность, чтобы преподать, чтобы научить от ранней юности наследие для Господа. И следующее место, которое я хотел напомнить, 127-й Псалом, последующий Псалом. Ты будешь есть от трудов рук Твоих блажен Ты и благо Тебе. Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем, сыновья Твои, как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Да благословится человек, боящийся Господа, благословит Тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни Твоей. Увидишь сыновей у сыновей Твоих, мир на Израиле. Это песня, в которой выражаются такие слова, что о чем Божий человек как бы пел и молился, чтобы благословение в семьях, как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Это мирное описание семьи, масличные ветви, полные плодов, братья и сестры. Благословится человек, боящийся Господа. В нашей жизни очень часто мы встречаем такие трудности, когда нам нужно довериться Господу и полагаться на Господа. Часто мы решаем своими методами в жизни, принимаем какие-то решения. Но очень важно для нас положиться на Господа, что Он о нас заботится и имеет попечение о нас. Проблемы, трудности всегда будут. Мы не лишены этого. Мы все еще живем в этом мире, где существуют трудности и проблемы. Это часть этого мира, который проходит, который придет к концу, Христос сказал, что и пройдет это все. Но мы еще живем в этом мире, и мы знаем, что среди трудностей, среди проблем, среди этих бурь и сражений Господь будет с нами. И мы полагаем наше упование и доверие на нашего Господа. Потому мы и рождаем наших детей, сыновей и дочерей для Господа. Слава нашему Господу! И следующее место, которое я прочитаю также, это будет Евангелие от Матфея 19 глава, 13 стих. Иисус Христос в своем служении. Не посчитал маловажным благословить детей. Несмотря на то, что ученики его препятствовали этому, он отметил то, чтобы они не препятствовали, но наоборот благословляли. Этим благословением, которое Христос благословил детей, он показывает, какая важность в нашей жизни благословения наших детей, посвящения Господу. То, что мы, имея в Писании основания для этой молитвы, мы будем делать по примеру нашего Господа. И следующее место, которое написано в следующем Евангелии, Евангелие от Марка, в 10 главе, также с 13 стиха, 10 глава Марка, Евангелие от Марка, 10 глава с 13 стиха. Мы видим, что даже Иисус вознегодовал на своих учеников, которые чрезмерно беспокоились о порядке. Мы знаем, что дети, конечно, иногда, бывает, создают нам какие-то определенные неудобства. Дети, они, ну, можно сказать, очень-очень требовательные иногда. И с этим связано, так сказать, наше беспокойство или наш комфорт. Мы хотели бы спокойно сидеть в нашем собрании, хотели бы спокойно слушать Слово Божие. Я один раз наблюдал, как одна молодая мама просто своего ребенка старалась успокоить, чтобы он уснул, чтобы он спокойно в собрании спал. И так и поправляла, и переворачивала, и снимала шапочку, и носочки снимала, и одеялко подкладывала под головку, так, чтобы все было мягко, хорошо. Я просто про себя подумал, если бы мне такое сделали, я бы, наверное, до трех посчитать, и все, и я бы уже уснул. Но ребенок, конечно, все еще не хотел никак уснуть. Действительно, ребенок, он по-своему реагирует. Но, братья и сестры, мы не должны смотреть на это. Господь дает нам правильное, как вчера было на собрании отмечено, здравое понимание учения Господнего. Это здраво для нас приносить Господу, нашему Господу, который нас спас, чтобы и наши дети принадлежали Господу. И ходили путями Его. Это будут действительно, как стрелы, которые против врага, летящие далеко и поражающие врага. Никогда мы не постыдимся, если дети наши будут ходить в истине и в здравом учении. Поэтому, братья и сестры, имея такое наставление в Слове Божьем, мы будем с верою приносить Господу наших детей, молиться о них, благословлять именем Господнем. И я бы хотел, чтобы сейчас мы все встали, и мы возьмем детей, братья-служители пойдут, и мы помолимся пред Господом, и вознесем наших детей, и благословим именем Господнем. Аминь. Это Матфей, братья и сестры. Вы видите, как Он внимательно смотрит на вас. Молимся, братья и сестры. Отец наш Небесный, мы благословляем Твое имя Святое. Мы превозносим Тебя и славим Тебя, Господи Божий. Благословен Ты, Отец. Господи, мы благодарим Тебя за этих детей, которых Ты дал нашим семьям. Мы благодарим Тебя, что Ты, Господи, заботишься о них, за здоровье, которое они имеют, за благословение, которое они имеют, имея семьи, Господи. Господи, Господи, Тебе они принадлежат, Господь. Мы приносим их Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа, Отец наш, мы благодарим. Господи, слава Тебе. Слава Тебе, нашему Богу. Слава Тебе, сильному. Слава Тебе, могущественному. Господи, мы доверяем Твоим рукам, как матери, которые приносили Тебе, Иисус, детей, и предлагали, чтобы Ты положил руки на них и благословил. Господи, мы доверяем Твоей заботе. Мы доверяем их и придаем, Господи, в Твои руки, дабы ихняя жизнь, Господи, была для Тебя. Боже, мы желаем более всего, чтобы они были наследием Твоим, чтобы они ходили путями Твоими, чтобы они были свидетельством Твоей жизни, спасающей, Господь, в их жизни. Пусть они все принадлежат Тебе. Пусть их уста всегда будут наполнены хвалою имени Твоему. Да не стыдятся, Господи, они нигде имени Твоего, но превозносят Тебя и славят Тебя. Благодарим за здоровье, которое Ты дал им. Благодарим за эти семьи, которые они имеют, Господи, что они в руках родителей. Слава Тебе! Что Ты благословляешь эти семьи. Мы благодарим Тебя. Господи, храни на дальнейшее. Именем Твоим мы их благословляем. И пусть всегда мир и любовь будет, Господи, в этих семьях. Всегда до охрана Твоя и попечения да будет, Господи. Слава Тебе! Хвала Тебе! И благодарение! И именем Твоим мы их благословляем. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя! Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя! Да обратит, Господь, лице Свое на Тебя, и даст Тебе мир! И все мы скажем «Аминь!» Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И после нашего пения, мы также будем... Хор будет петь Псалом. После пения хора мы послушаем нам... Самуил расскажет стихотворение. Наш брат всегда он готов. Благословите Господь. И потом Саманта споет Псалом. Пусть нас Бог благословит. Есть ли место Иисусу? Есть ли место Иисусу? Псалом. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Я спросил «Симон» Терпение учит Бог Я хочу «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон «Симон» Симон 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 «Симон» Иисуса ты впусти. Иисус пришел взыскать спасти. Дверь открой, широко окна распахли. Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Дверь открой, широко окна распахли. Иисуса ты впусти. Счастье кто Спасителю себя отдаст, Но Его возлюбит Он плаву воздаст. Дверь открой, широко окна распахли. Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Иисус ты впусти. Иисуса ты впусти. Иисус ты впусти. Дверь открой, широко окна распахли. Иисус ты впусти. 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 Иисус там ещё не получается. и нуждаясь в Нем, прежде всего мы нуждаемся в Его святости, в Его освящении, нуждаемся, чтобы Бог каким-то образом пролил в нас Свой свет, чтобы мы почувствовали то умиление, прощение и очищение сердца нашего, чтобы нам быть сосудом чистым, пригодным на всякое доброе дело, которое Он приготовил. Братья и сестры, вчера вечером на служении братья делились Словом Божьим, и очень много Слова Божие касается каждого из нас, но особенно меня почему-то коснулось вчера, хотя я никогда об этом не думал, и чувствую, как внутри Дух мой побуждает меня это сделать и попросить у вас об одном. Я думаю, что я никого ничем не обидел в своей жизни. Это так мы все думаем. И вот за 20 лет в Америке мне вот внутренность подсказывает, а ты уверен, на тебя никто ничего не имеет. И я не мог ответить этот вопрос, уверен ли я, что действительно на меня никто ничего не имеет в Америке. Может быть, кому-то Словом ранил сердце, может быть, кому-то я что-то не додал, что-то не доделал, сказал, не сделал, я начал перелистывать в своей памяти все это. И хотя с моей стороны кажется все, но я хотел бы у вас спросить, может быть, все-таки здесь в этом зале кто-то найдется, кому-то я чем-то должен, или может быть, кто-то имеет или носит на меня какую-то обиду. Ну, вы можете сказать, но я хотел бы попросить у вас, чтобы вы, призывая вас к такой кратенькой молитве, чтобы вы помолились за меня, и если кого я чем обидел, простите. И пусть Господь каждому из нас даст свое благословение, свой мир и покой в сердце. Может быть, кого-то с молодежью, может быть, кого-то в хорву, может быть, кого-то из братьев, может быть, я все-таки кого-то в жизни своей здесь обидел, и может быть, кто-то на меня имеет что-то. То простите, пожалуйста. Давайте мы, если действительно никто ничего не имеет, давайте мы встанем и в нескольких словах скажем Господу об этом, и благословите меня, и отпустите меня на свободу, чтобы я не думал так. Пусть вас Бог благословит. Давайте мы встанем для молитвы. Благословен Господь. Чедара аменестан. Халлелуя. Халлелуя. Хаба, Поч. Благодарю Тебя, Спасителя, что Ты есть Бог живой, и Ты праведный в истине. Ты даешь, Господь, Свою благодать. Ты даешь Свою милость. Только, Господи, тогда, когда мы приходим к Тебе с покаянием. Боже мой, даруй мне Твою милость. Даруй мне, Господь, Иисус, Твой покой. Господи, аминь и благословит Тебя. Благослови Вас Своей благослови. Благодарю Тебя, Спаситель. Славлю Тебя за моих братьев и сестер, с которыми мы вместе здесь уже многие годы. И я благодарю Тебя, Господь, что я ныне на месте сём. По воле Твоей верю, Господь, и знаю, что Ты, Господи Иисус, побуждая, даешь мне, Господь, понимание в том, что мы должны всегда, Господь, умоляясь друг пред другом, Господь, искать мира, любви, Господь, и единства, Господь, дабы нам вместе служить Тебе, дабы огонь Духа Твоего Святого, он мог иметь место в нас. Боже мой, прости, Господь, и освяти моё сердце, если в кого, чем обидел Господь, словом или делом, помилуй, мой Боже. И я, Господь, благодарю за моих братьев и сестер, за их благословение, их расположение, и во всём да прославишься Ты в этом служении. Пусть Тебе будет вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Слава Иисусу. Присадим куся. Знаете, прежде всего хочу сказать, что никто из нас не выше один другого. Конечно, в данный момент я здесь, может быть, на 24 инча выше вас. Это всего-навсего на этой сцене. Хотелось бы делиться Словом Божьим, и у меня, конечно, на сердце всегда была тема, конечно, о семейной жизни, о наших детях и все, что мы встречаем. Всякие препятствия и преткновения, через которые мы порой и не можем воздвигнуть свои руки к небу, не имея дерзновения. Но считаю себя еще очень молодым, хотя многие побуждают и толкают говорить об этом. И не так много я еще прожил и не хочу никого учить. Прожил всего я вот 22 года своей женой, 23 будет в феврале. И я не осмеливаюсь еще говорить что-то и кого-то учить, потому что знаю, что впереди меня многие седовласые, прошедшие жизнь в трудностях, в гонениях, в испытаниях. Они, может быть, на эти вопросы и внимания когда-то не обращали. А было единственное пред глазами – это Господь, Его Слово и исполнение Его воли. И идти за Господом в огонь и в воду на жизнь, то есть на смерть, и сражаться с грехом. И я, читая Слово Божие, Бог открывает очень многие места Писания, и хочется мне с вами поделиться. Слово мое будет говорить так – приготовьте путь к Господу. Мы знаем, что это слова, которые говорил Иоанн Креститель, которые вложил в него Бог. Потому что Бог через пророка Исаию, Он сказал такие слова. Исаия 40, 40 глава, 3 стих. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Сам Бог сказал – приготовьте путь к Господу. Мы знаем, кто такой Господь. Это Иисус Христос. И Бог говорит через пророка, что вы приготовьте путь Моему Сыну Иисусу Христу, которого я посылаю на землю. И Он прежде того, как послать Своего возлюбленного и единственного Сына, Он посылает пред Ним Ангела, то есть Иоанна Крестителя. И Он в одном месте, давайте мы найдем в Малахии эти слова, когда в третьей главе пророка Малахии мы читаем с первого стиха. «Вот Я посылаю Ангела Моего, и Он приготовит путь предо Мною». Уже как бы от имени Иисуса. Сам Иисус говорит, что Я посылаю Моего Ангела, и Он приготовит путь предо Мною. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и Ангел Завета, которого вы желаете. Вот Он идет», говорит Господь Савов. «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится, ибо Он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сыном левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде, тогда будет благоприятно, будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». Действительно, что Иоанн Креститель, придя на землю по воле Бога Отца, приложил всю свою жизнь к тому, чтобы это совершить. Я в последнее время, наблюдая за нашей жизнью, как будто бы нам Иоанн Креститель не нужен. А как же мы все-таки можем прийти к Иисусу, если мы не обратим внимания на то, что говорит Иоанн Креститель? Разве в наше время слова Иоанна Крестителя не действительны? Конечно же, действительны. И без Иоанна Крестителя мы к Господу не придем. Мы не сможем, потому что путь Иоанна Крестителя – это покаяние. Покаяние и покаяние, искреннее покаяние, и покаяние достойное. К тому, чтобы Иисус Христос, придя уже в наше сердце, мог очищать, освящать душу нашу, для того, чтобы мы могли принести жертву Господу в правде. И эта жертва будет благоприятна Богу Отцу. Слава Иисусу! Он говорит, кто выдержит и кто устоит. Мы знаем, как фарисеи, саддукеи и все, которые старались искушать Его, как они устояли. Никто не устоял. Потому что Он говорил, как власть имеющий, и они сами об этом свидетельствовали. Дальше говорит, что Он, как огонь расплавляющий, и щелок очищающий. То есть, если действительно Он посмотрел уже на тебя, если Он посмотрел на кого, если Он сказал кому-то слово, то это совершалось во мгновение ока. Слепые прозревали, хромые ходили, бесноватые освобождались, и это был огонь, которым Бог совершал свое дело в пользу и благо спасения души человека. И приносили, чтобы приносили Ему жертву Господу в правде. Действительно, когда ты встретился с Богом, когда ты получил это освящение и освобождение, тогда только ты можешь открыть свои уста и сказать Господу ту хвалу, которую Он может принять от тебя. И это путь, по которому мы должны идти и сегодня. И никто нам не даст права прийти к предпрестолу Бога, если мы с собою за плечами несем какой-то груз, и мы не оставили его, не расставшись с ним, а хотим от Бога получить что-либо в жизни своей. И дальше пророк Малахия уже в последней, четвертой главе с пятого стиха говорит, «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть люди, которые жили в то время в этом мраке греха и беззакония, если бы Иисус Христос пришел силой и властью, и народ не был бы приготовленный, не покаянный, то одно только поражение, одни только беды на эту землю, потому что святость Господня, она на пути своем убирает всякое беззаконие, и, конечно же, и людей вместе с этим беззаконием. И это есть Господь Бог, как человек очищающий и освящающий. Великий и страшный день. Этот день, это не день суда, который будет. Этот день был, этот день страшный и великий для Бога Отца был, когда Иисус Христос, единственный Его Сын, был распинаем своим творением. Это великий и страшный день, когда все грехи мира этого, все то, что было совершено человеками, на этой земле, было возложено на нашего Господа. И тьма, объявшая эту вселенную, она сделала этот день действительно страшным. Когда эта святость, за которую почитали тогда священники, которая была за этой завесой, она разодралась надвое, и все это открылось и обнажилось, вы знаете и представляете, какой действительно страх объял этих людей. Даже воин засвидетельствовал, что воистину это был Сын Божий. Братья и сестры, и этот день пришел в жизнь, в жизнь этой земли, чтобы действительно эти люди познали, что все-таки Иоанн Креститель пришел, он примирял людей. И здесь говорится, он обратит сердца Отцу к детям, то есть должно произойти примирение в своих семьях, в своих домах, до того, когда Иисус Христос придет и будет что-то совершать и делать с человеком на этой земле. И я верю, глубоко верю в то, что ученики Иисуса Христа и все те другие 70 учеников, и все люди, которым было дано познавать и понимать притчи и тайны Царства Небесного, все они прошли через крещение Иоанна Крестителя. Братья и сестры, я верю, что Бог не имел ни с кем другим иметь дело, как только с теми людьми, которые исполнили правду Божью, которые покорили себя этой благой вести, что нужно примириться, что нужно покаяться и покаяться от чистого сердца для того, чтобы Господь мог иметь отношение с тобой лично, когда Он придет. И именно из этих людей я верю, что были избраны ученики, были избраны те люди, которые ходили с Ним, которые поддерживали Его, которые даже плакали о Нем, когда Его вели на распятие. И эти люди, они... Там написано, что даже фарисеи и саддукеи приходили, но почему-то ничего не получилось. Что им Иоанн Христитель сказал? Что по рождению Ехидины «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, только не только сделать что-то такое видимое перед людьми, чтобы люди увидели, что вот Я сделал, а внутри, а в сердце не было покаяния, и потому они преследовали Иисуса Христа, потому они искушали Его, потому они и распили Его, и все знали, что распили из зависти». Братья и сестры, потому что оставили Господа. Был один и единственный только закон, в котором они не видели отношений с Богом. Братья и сестры, и дальше, читая это Слово Божие, Иоанн, сам Иисус Христос сказал, в Евангелии от Матфея записано, что «Если хотите принять, то Он есть Илья, которому надлежит прийти». И Иисус Христос подтвердил, что это именно так, и все эти пророчества сбылись и состоялись. И мы, давайте откроем Луки, первую главу. Мы прочитаем 15 стих, написано, «Ибо Он будет велик пред Господом, и не будет пить вина Исекира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Здесь написано конкретно, что «обратит», «и Он обратил». И все, кто приняли Его Слово, все, кто покаялись, искренне покаялись пред Господом, они имели благословение при жизни Иисуса Христа, они получали исцеление и оправдание и прощение грехов уже тогда. И Иисус Христос, Он имел полное право работать и действовать с ними. Здесь говорится так, что в 76-м стихе этой первой главы и по 77-й написано, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему». Не только путь, а пути Ему. Дать уразуметь народу Его спасение в чем? В прощении грехов. Вот где спасение, братья и сестры. И нет иного пути, как только через прощение наших грехов мы получаем спасение и оправдание кровью Иисуса Христа и воскресение через Его воскресение. Слава Богу! И никто иной не может этого изменить и не может что-то сделать по-другому. Это будут воры, перелазящие Индии, которые суть воры, и разбойники, которые делают что-то не так, как Слово Божие говорит. Очень просто и очень конкретно Он говорит, что сотворите достойный плод покаяния. А как мы должны сотворять и когда мы должны творить его? Я считаю, повседневно. Повседневно. Пусыл Павел говорит, что испытывайте себя, исследуйте себя внимательно. И он говорит, что каждый день я распинаю себя. То есть, это есть, это покаяние, и это есть то, о чем Иоанн Креститель свидетельствовал. Мы должны сделать до того, как мы хочем от Бога что-то получить. Наладить, прежде всего, по-человечески мир в своей семье. По-человечески, даже не говоря о Боге и о чем-то высоком и духовном, своими детьми и родственниками, если мы по-человечески не имеем нормальных отношений. Как может Бог тогда действовать? Знаете, у меня в жизни я молился об одном молодом человеке, чтобы он покаялся, пришел к Господу, зная, что отец его верующий. Вы знаете, что-то Бог так побудил меня молиться о нем. И я вот здесь в церкви даже заявлял, писал записки и некоторое время молился. И вы знаете, на одной молитве Бог Духом Святым проговорил в нескольких словах и сказал такие слова «Не в мире с Отцом». Очень коротко и ясно «Не в мире с Отцом». Я понимаю, если отец действительно найдет пути к его сердцу, чтобы наладить, прежде всего, человеческие отношения. Вот тогда только мы сможем, мы сможем, прежде всего, с верой умолиться Господу. Мы сможем, может быть, говорить на тему Иисуса или на тему о Боге. И только тогда мы сможем поднимать свои руки с терзновением к Богу, что с моей стороны сделано все для того, чтобы Господня слава пришла и совершила в нашей жизни то, о чем мы просим. Я, можно так сказать, был очень удивлен тому, что как Господь требует от нас, прежде всего, если мы знаем Господа, если мы ведаем о том, чему Он учит нас в Писании, и мы не делаем этого, наши молитвы будут напрасны. Очень долгое время и долгие годы могут проходить, но Бог не будет действовать. Если нету мира в семье и нету мира с сыновьями, которых Иоанн Креститель пришел примирить до того, как Христос придет, чтобы Он не поразил эту землю, из-за того, что не было мира, что сердца отцов и детей, они не были вместе, у них не было никакого общения между собою. всякий человек делал все, то, что ему угодно, то, что ему выгодно. Отец делает, что ему выгодно, сын делает, то, что ему выгодно. А если разобраться в действительности, если отец или мать, имея детей, и не сделали всего самого необходимого, не давший им по-человечески всего того, что необходимо отцу или матери сделать, как мы можем надеяться на то, что сердце нашего сына или дочери будет прилеплено к Господу, что они захотят быть, как мы, то есть родители, и кто захочет этого. И мы понимаем, что действительно, если мы какого-то долга не исполнили, если что-то мы не сделали, мы не сможем. Написано в Луки, мы читаем уже в 3 главе, написано, когда уже Иоанн Креститель пришел на землю со второго стиха мы будем читать. И, конечно, мы будем беседовать по ходу, так как я буду читать, чтобы нам сэкономить время. Второй стих, 3 глава Луки. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов». Вот для чего служило крещение, покаяние. Для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, которые мы прочитали вначале, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым и сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладким». Конечно же, здесь не говорится взять бульдозер и поравнять путь пред Иисусом, по которому он будет идти. И мы понимаем, что это что-то духовное. Мы понимаем, что говорится о чем-то высоком. Всякий дол. Именно вот эти обязанности, отцовские или материнские обязанности, должны были быть заполнены. Этот дол, тот, который необходимо нам с вами заполнить, сделать то, что мы должны сделать. Здесь говорится всякая гора и всякий холм. Вы знаете, что как часто мы бываем той горою, тем препятствием, той с такой гордостью, что я отец, а ты вот сынок. Вы знаете, что в своей жизни мне как-то неудобно сказать на сына сынок, просто по имени называя и стараясь общаться как с другом, а не как с сынком. Понимаете? И Бог побуждает нас к тому, чтобы мы унижали свою гору гордости тогда, когда мы хочем это сделать, чтобы благодать Божья, она делала нас смиренными, чтобы мы хотели быть теми людьми, которым был Иисус Христос, быть смиренным и быть, как Он был на этой земле. И дальше говорится, что кривизны должны выпрямиться. Мы можем в своей жизни посчитать наши кривизны. Где мы кривили? Где мы обманывали? Где мы кому-то что-то сделали неприятное? И так дальше, и тому подобное. Вот эти кривизны также должны выпрямиться. То есть, должно произойти все по Слову Божьим. Говорится дальше, что неровные пути, что же все-таки неровные пути? Это неправедная жизнь и худые поступки против брата, против жены, соседа, отца, матери, против церкви. Это неровные пути. И как по этому пути может идти Иисус Христос и достучаться к нашему сердцу? Никогда. И кто не уравнял свой путь, навряд ли придет ли Иисус, потому что написано в Писании, что путь для Него должен быть приготовлен, должен быть уравнен, и этот путь, он должен быть чистым и прямым к твоему сердцу и моему сердцу. И дальше говорится, что и узрит всякая плоть спасения Божьей. Это в шестом стихе мы читали. И дальше стих седьмой говорит, Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил, «По рождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Это еще одно дело, когда мы в своей отцовской жизни не приносим никакого плода Господу. Для чего же тогда Господь будет оставлять нас еще на один год? Для чего же Он будет еще окапывать нас своими благословениями? Для чего Он будет еще проливать в наше сердце свой свет божественный, свое солнце с неба? Для чего, если мы в действительности не приносим Ему никакого плода? Как же мы хотим, чтобы у нас были плоды? А наши плоды – это наше потомство. Дальше мы читаем 10 стих. «И спрашивал Его народ, что же нам делать?» То есть народ был на раздорожье. Что же нам все-таки делать? Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот отдай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Очень просто. Но очень тяжело сделать. И мы можем в жизни над собой подумать, что же я все-таки могу отдать. Давайте зайдем в гараж свой, зайдем в свои подвалы или в погреба свои и посмотрим, что мы все-таки можем отдать. Или откроем свои гардеробы, которые мы так часто на Гудвил отвозим. И что мы все-таки можем отдать из того, что нам хорошо и нужно? Давайте мы посмотрим над этим. Дальше говорит, что пришли и мытари креститься, и сказали Ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте, более определенного вам. Я верю, что из этих людей один из них был Закхей. И если он совершил это покаяние, пришел день, когда Христос сказал Ему, сходи скорее с дерева, ну что мне надо быть у тебя в доме. Я верю, что покаяние Закхей совершил однажды, но пришел день, когда Иисус Христос пришел в его дом. И хотя он не мог решиться, поделиться или раздать то, что уже было набрано, но когда Христос пришел в дом, тогда Закхей сделал, и мы с вами сделаем. И все это будет для спасения наших душ. Дальше он говорит в 13 стихе, он отвечал, то есть в 14, извиняюсь, спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Здесь Иоанн Креститель наперед пророчески сказал воинам, как они должны поступать. И в конце каждого евангелиста мы читаем, как воины поступали, что они сделали с Иисусом. Было ли это искреннее покаяние? Может быть, не они все, но в основном, если говорится о воинах, то, может быть, из этих воинов были там, которые распинали Иисуса. Иоанн Креститель сказал, не обижайте, но они били его, они просто издевались над ним. Они его распили. Он говорит дальше воинам, не клевещите, а они что сделали? Они пошли и рассказали всем, что Христос не воскрес, а его украли ученики. Это клевета? Это клевета. Дальше он говорит, что довольствуйтесь своим жалованием, а они что сделали? За клевету? Какие деньги взяли? И каждому Иоанн Креститель дал свое предупреждение. Поступайте так, и вы узрите, всякое плоть узрит спасение Божие, что Господь придет однажды в вашу жизнь, и Он совершит то очищение твоей души и духа, что человек не может сделать, но то, что в наших силах прежде, мы обязаны сделать. И давайте мы вернемся к Луки в первую главу, мы прочитаем дальше, где мы читали с 15 стиха, мы прочитаем 17 стих, «И предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив им образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Если мы читали в Пророке Малахии последний стих, там написано, что обратить сердца отцов к детям, то есть примирить. Здесь Он ангел, сам ангел Пророку Захарии говорит, что возвратить сердца отцов детям и непокорив им, непокорным людям образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. То есть, каждый из нас родитель желал бы и мечтает, чтобы твой сын имел твое сердце. Так как ты служишь Господу, так как ты любишь Господа, чтобы и Он любил, то есть твое сердце вложить в сердце твоего сына или дочери. Ангел Господень Пророку Захарии возвестил об этом. То есть, говорится сначала Богом, что обратить сердца, то есть примирить, затем вложить сердца отцовские в их детей, чтобы грядущий род, видящий жизнь своих отцов и родителей, они могли делать сию копию и совершать все так, как они совершали. Нужно иметь их сердце. И здесь говорит, что Он придет и будет возвращать эти сердца детям и непокорным людям образ мыслей праведников. А какой образ мыслей праведников был тогда, который оставили поколение за поколением? Образ мыслей праведников. Илья говорит, остался я один, и моей души ищут. Образ мыслей праведников это было искание Господа. Вот именно этот образ мыслей и эти мысли праведников взять и вложить их в сердца грядущему роду, эти мысли вложить, чтобы и они так думали, чтобы и они так помышляли, чтобы и они стремились искать Господа. И это Бог хотел через пророка сделать и приготовить, через Яна Крестителя совершить все для того, чтобы Иисус Христос пришел, ему был открытый путь на поле спасения человеков, чтобы все-таки, как написано, дать уразуметь народу спасения в прощении грехов. И если мы имеем такие мысли, мысли праведников, если мы имеем такие чувства и переживания праведников, то, конечно же, оно будет распространяться дальше. Бог хотел и хочет, чтобы мы мыслили так, как мыслил Авраам и так, как слушал Авраам, чтобы иметь жертвенное сердце Авраама, то есть отдавать даже своего сына Господу жертву и кроткое сердце Моисея, послушное сердце Иисуса Навина, дабы исполнить все в точности, что было написано в книге закона, ревность Ильи по Боге и напоследок иметь чувствование Иисуса Христа, чувствование Христовы и передать это, конечно же, грядущему роду. А как мы можем это сделать в своей праведной жизни пред Господом, чтобы не надеяться на свою гору, которую, может быть, мы уже наверстали за свою жизнь, но эту гору нужно поравнять, для того, чтобы Господь мог пройти через эту гору в твою семью и совершать что-то по воле и милости своей. Не говорите в себе, Отец у нас Авраам, потому что Бог может из этих камней, из этих наркоманов, из тех заблудших и падших людей, на которых мы, может быть, с презрением смотрим в своей жизни, когда мы их видим. Он из этих людей может воздвигнуть детей Аврааму, а мы можем быть отвержены или наши дети, потому что нет закона Божьего в нашем разуме и в нашем сердце. Как же этот закон будет распространяться в пределы нашей жизни? Иисус не будет сердце очищать, пока не произойдет покаяние, братья и сестры. И Бог своей милостью желает каждого из нас в это последнее время, этому грядущему роду, показать пример в нас, в нас самих, чтобы нам действительно служить Господу в правде. И давайте, если мы согласны с этими словами, если мы хочем все-таки служить Господу и иметь мысли праведников, мы скажем такие слова, как мы, я в одном псалме нахожу, к труду, ведь я призван на землю, к борьбе своей плотью и злом, к вражде ко всему, что греховно, и к жизни в любви со врагом. Сражаться со всяким кумиром, не глядя на робких друзей, свидетелем быть перед миром, суда не бояться людей, любить не любовью мирскую, любить же любовью Христа, кто сам, не щадя своей жизни, отдал себя муке Креста. Я воин небесного града, мне славы не надо земной, здесь слезы, печаль и страдания, там будет венец золотой. Аминь. Давайте мы помолимся. Помолимся. Браво. браво. Благодарю я за подарок это прикрепление и богач жить, за который в Бог пришел, но ты имели жизни, и 죽ица. Ладно, тебе, ты никого их совместны, ведь не для того, который остался века, чтобы убить и дать ему успех. Но ты сказал, я есть жизнь, и воскресенье, Аллилуйя, слава тебе на Богу, ты задевал пуш на небо, ты пришел из неба, и ты учел обложить, и я вам уроку заведно, которое дает нам жизнь. Аллилуйя, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе. Пробудись от сна, говорит Господь, рамена гламена, ибо я хочу, хочу совершать работу свою, говорит Господь, я буду воскрешать мертвые сердца, истина духи зрек, Аллилуйя, Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавок, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Слава Господу, братья и сестры! Сегодня Бог даровал нам в нашем служении чудесное Слово, обращенное к каждому сердцу каждого из нас. Бог, обращаясь к нам, говорит нам, чтобы мы умилились сердцем пред Ним, и в покорности Его Слова, в смирении пред Ним, приготовляли свой путь пред Господом, уравнивая все неровности, шероховатости, чтобы Господь Бог был полновластным Господином нашей жизни. Пусть Господь Бог благословит нас. Сегодня, сразу после этого служения, ну не сразу, на час тридцать, будет бракосочетание нашего племянника Димы Васильевского и сестры нашей церкви Лены Корявой. Пусть Господь Бог благословит, Виктор Алексеевич, пусть Господь благословит тебя, чтобы дать наставление. Мы будем молиться за нашего брата, чтобы Бог дал ему способность, вот, хорошо благословить наших молодых. Наше вечернее служение сегодня ведет молодежь, поэтому пусть Господь Бог благословит все служения нашей церкви. У меня есть несколько записок, вернее, две записки. Я прочитаю их, а Павел Яковлевич прочитает все остальные записки, все нужды. Мы помолимся Господу. Итак, первое. С днем рождения, Анатолий Николаевич! От молитвенной группы «Матери в молитве» желаем поздравить вас с днем рождения. Благодарим за вашу верность и посвящение Божьему делу. Искренне желаем вам Божьего мира и Божьих благословений во всех сферах вашей жизни. Пусть ваше служение пронесет еще больше плода для Божьего Царства. Желаем вам крепкого здоровья, радости, счастья и успеха во всем. Анатолий Николаевич, у вас во вторник будет день рождения, правильно? Пусть Господь Бог благословит вас. Мы всей церковью выражаем вам особое благословение. Пусть Господь Бог будет всегда с вами в вашей жизни, в вашем труде и во всем. Я хотел бы, чтобы вы один из наших старейших служителей. Это хорошо. Это не унижение, что вы старейший. Это благословение от Господа иметь вас в нашей церкви. Братья, вы согласны помолиться за нашего брата? Давайте помолимся за него. Анатолий Николаевич, иди сюда. Господь наш Бог наш и Царь наш, ты наш Владыка. Да будет имя Твое благословенное, да будет оно возвеличено и прославлено. Ты Царь Царей и ты Господь Господь Господь. Наш Господь и Бог наш, ты наш Бог и Царь, ты наш Владыка. Мы благодарим Тебя за все милости, которые ты даруешь нам. Мы благодарим Тебя, Господи, за нашего брата Анатолия Николаевича, Господи Боже мой, который пристал пред Тобою, пред церковью, пред народом Твоим, Господи. И мы благословляем Его в Его возрасте, Господи. Мы благословляем Его в Его день рождения и призываем Твое благословение на Него, Господи. Да будет милость Твоя с Ним, Господи. И благодать Твоя да изливается в сердце Его, Господи, обильно. И пусть Он будет благословением для церкви, для дома своего, для семьи, для родства своего, Господи. Твое благословение да приносит, Господи, Он в церковь, Господи, в которой Он служит, Господи. И с тем народом, с которым он общается, Господи, да будет имя Твое благосковенно. Даруй ему, Господи, все потребное для жизни, для хождения пред Тобой. Даруй ему здоровье, даруй ему светлый разум, даруй ему, Господи, силы служить Тебе еще долгие годы. Тебе, Господь, за все да будет вечная слава Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь. И еще одна записка. Я знаю, что наверняка у нас есть еще именинники, но написано, или к нам пришла, еще одна записка за молоденькую сестричку. Братья и сестры, сегодня у нас праздник. Внучке исполнилось 17 лет. Слава Господу! Жива, здорова, хорошая христианка. Поблагодарите Бога вместе с нами и помолитесь Господу, чтобы она сохранила свою верность Господу и веру и пронесла ее через всю жизнь. Это очень важно. И пусть Бог всех благословит и хранит. Слава Ему за все. Благодарим, дедушка и бабушка. Ну, хорошо. Спасибо, дедушка и бабушка. Напишите имя своей внучке, чтобы мы знали, кого благословить пред лицом Господня. Не забывайте, пожалуйста. Записки пишите, но имена тоже дополняйте. Хорошо? Павел Викторович, пожалуйста. Слава Богу, братья и сестры. Знаете, мне радостно сюда выйти сегодня, как раз вы все сидите почти. Это очень хорошо. Да благословит вас всех Господь. Нас сегодня Бог обильно питал благословениями, своими словами Божьими. Знаете, нам надо только взять это все в сердце, идти и как быть доброй овцой, пережевывать все, что было сказано, чтобы принести плод в вечность. Да благословит нас Бог, братья и сестры. Здесь есть некоторые записки, я прочитаю, мы помолимся. Нужды есть, благодарности есть. Дорогая церковь Божья, огромная благодарность Богу за ваши молитвы. Операция света Бензен прошла благополучно. Поздадим мы вместе ему хвалу. Он достоин. Аминь, братья и сестры. Но здесь лишь есть еще одна просьба. Это Средина пишет. Еще одна огромная нужда. В городе Саракуз, пастор церкви Миша Савич просил подержать в их нужде за их дьякона. На него упало дерево и сильно повредило голову. Защемился какой-то нерв. Он в тяжелом состоянии. И жена сейчас беременная. Такая нужда и благодарность Господу, братья и сестры. Дорогая церковь, хочу вместе с вами поблагодарить Бога за услышанную молитву. Господь коснулся моего сына. Даровал ему покаяние, слава и благодарность Господу. Мама, мамочка, да благословит вас Господь. Но вы не переставайте молиться. Пускай Бог благословит маме. Бог живой. Бог слышит и Он отвечающий. Самое главное нам не перестать молиться. А всегда молиться и всей церкви. Пусть нас Бог в этом обильно благословит. Дорогие братья и сестры, я благодарю Бога и вас, что молились и мои дети, и мне стало легче. Мне болела нога в бедре, и я не могла ходить. А сегодня, хотя помаленько, но могу ходить. И пришла в собрание с любовью. Ваша сестра во Христе Иисусе Паша. Да благословит вас Бог, Сестра Паша. Дорогие братья и сестры, прошу поблагодарить Господа вместе со мною за Его милость и заботу. Он мне сильно помог. Самое сильное, что поможет, помочь Бог. И Он это делает. Господь дал мне такую работу, о которой я даже и не мечтал. А главное, так вовремя. Действительно, наш Господь заботится о нас и посылает помощь свою заблаговременно, по своему усмотрению. Слава Ему и хвала. Братцы и сестра пишут, не знаю, но благодарность Господу. Знаете, написано из Слова Божьего, что дела наши Он устраивает для нас, братья и сестры. И там есть ответ, когда мы на Него уповаем. Уповаем на Господа. И все дела наши Бог будет устоять для нас и в работе, и в наших семейных вопросах. Благословит нас Бог. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за жену, чтобы Господь исцелил ее от боли желудка. А также из-за Сына, дабы Бог изменил его и привел к покаянию. Сердечно благодарю. Доблагословит Бог. Дорогие братья и сестры, помолитесь за нашего Сына, чтобы Бог коснулся его своим Словом и Духом Святым и дал ему покаяние и желание служить Господу. Родители, братья и сестры, прошу помолиться за жену. Ей очень плохо болеет. Благодарю. Это брат Ярослав Секаторский пишет такую записку. Это наша сестра-старица, она болеет. Братья и сестры, пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы Господь помог в моей нужде. Господь ее видит и знает мою нужду. Сестра Господи. Дорогая Церковь, прошу помолиться за Сына, чтобы Он свое сердце отдал для Господа, служил Господу от всего сердца и всем Его разумением, с уважением родителям. Дорогая Церковь, просим помолиться, пожалуйста, Господу о наших детях, дабы Господь их помиловал и открыл им глаза сердечные, дабы они возвратились к Господу и были спасены их души. А наша нужда великая пред Господом, с уважением родителей. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, помолитесь за семью наших детей, которые в разводе, дабы Господь соединил эту семью, дал радость и утешение в их доме скорбящие родители. Мы сегодня много слышали о семье братья и сестры. Помолитесь, пожалуйста, братья и сестры, за мой путь на Украину туда и обратно, чтобы охрана и благословение Господа было со мною. С уважением, с сестра Таня. Теперь давайте приветствуемся, Татьяна, мы от вас помолимся. Дорогая Церковь, пожалуйста, помолитесь за родственников, чтобы Господь явил милость, открыл им путь спасения. Дорогая Церковь, помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог благословил перелет нашего Сына с Украины, хранил его в дороге, в воздухе, в взлете, посадке, даровал ему во всем благополучие. А дальше, а самое важное, чтобы Господь открыл нашему Сыну, открылся нашему Сыну, вошел в его сердце и управлял его жизнью. Спасибо, члены Церкви. Возлюбленные, принесите в молитву семьи Омельчук, это Омельчук Петр и его семью. Вся семья тяжело заболела. Верим в молитву Церкви с уважением, бабушка Онищенко. Мы помолимся, это наш служитель, якон Церкви, наш Петр Омельчук, его семья заболела, вся такая пишет. «Народ Божий, пожалуйста, помолитесь за одну сестру, у нее рак головы. Она уже на один глаз не видит, и у нее детки, школьники. Пусть Иисус явит милость ей, для Него ничего невозможного нет. Народ Божий, понесите ее на руках молитвы, и все другая нужда. Также помолитесь за ребеночка, что в реанимации, в котором обнаружили три страшных болезни. Благодарю. Бог знает все, мои дорогие братья и сестры. И Он контролирует все. Пусть нас Бог благословит, искренне молится в этом. Дорогая Церковь, прошу вас помолиться за мою жену. Она во вторник, 15 числа, будет лететь в Москву, чтобы Господь сохранил ее. Благодарность Господу и спасибо вам за молитву. Это брат Даниил написал. Сестра, если вы будете лететь в Москву, будете в Москве, от нашей церкви передавайте привет всем любящим Господа. И кто где будет, передавайте привет. А если кто-то нам привез привет, и можно передать, пожалуйста. Спасибо, брат, спасибо. Это я понял. Гриша, да? Это сын нашего брата Павла, приехал в гости, брат Григорий, Павла Кобелинского. Мы помолимся, чтобы тебе здесь было хорошо. Братья и сестры, пожалуйста, Раваля. Так, брат Григорий передает привет с Молдавии. И благодарность за молитвы, что мы молились, а его Бог хранил, где он находился. Раваля, пожалуйста. У вас? А, Володя. Окей, хорошо, сестра Валя. Мы помолимся. Вы слышали эту записку? Здесь одна сестра благодарит Господа, что Бог услышал молитву церкви, ее молитву, и явил милость сыну. Сестра Валя благодарит Бога за то, что сегодня ее сыну, Владимиру, день рождения. И просит, чтобы мы помолились, облагословили, и чтобы Бог явил милость этому сыну, этой семье, и также явил милость этой всей семье, братья и сестры. Мы помолимся, о вашей нужде, о вашей просьбе. Пусть вас Бог благословит. Если еще есть, пожалуйста, просьбы, нужды, приветы разума давайте передаем и будем приходить к молитве. Народ Божий, мы поднимемся на наши ноги и искренне благодарим Господа за эти отвеченные молитвы и попросим благословения на эти нужды, которые мы слышали в наши уши, которые наши братья написали нам. Мы молимся, Иисус.